МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Главным показателем в любой конституции закона является, как живет народ. Страна по-прежнему вымирает. Богачи богатеют. Печальный юбилей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подвел итоги 30-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации. Так вот же, прохожу мимо, видите? Прохожу мимо, потому что все дорого. А пенсия 18 тысяч, а квартплата 5 тысяч. А лекарства одеться. Цены растут. Коммунисты Уфы по просьбе горожан провели рейд по продуктовым магазинам. Спасибо тебе, Польша. Это действительно великий день. Дональд Тоск избран сеймом страны на должность премьер-министра. Он пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной. В Госдуме начала работу 4-я международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». В ней приняли участие парламентарии более 10 государств, а также руководители и депутаты всех фракций Государственной Думы. Они обменялись опытом и обсудили формы эффективной совместной работы. Встреча делегаций началась с совместного возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Депутаты фракции КПРФ почтили память защитников Отечества минутой молчания. И вместе с гостями из стран СНГ сели за стол переговоров. Нас в свое время держал Бог, царь Отечества. Потом великая советская эпоха, которая ставила во главу углам прежде всего труд и справедливость. «Сегодня, кроме русского языка и общих на общенациональных проектов, у нас мало что держит, поэтому мы должны максимально двигаться в этом направлении». «Президент выступал Путин, где он сказал, мы ведем национально-освободительную борьбу, абсолютно солидарен, потому что мы защищаем то, что нам дорого, и что мы вместе ковали более тысячи лет». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что ситуация в мире серьезно изменилась за последние несколько лет. Все, кто живет на просторах общей советской родины, должны понять, справиться с вызовами можно будет только вместе. «Сегодня нам объявлена война русскому миру, а без русского мира эти просторы существовать не могут. Русский мир складывался более тысячи лет. Мы собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной традиции, ни одной культуры. Не устоит это повторять. И сейчас надо все делать для того, чтобы максимально сплачиваться и держать верх над теми, кто, собственно говоря, не желает нас видеть умными, сильными, успешными». «Председатель ЦК КПРФ отметил, сегодня коллективный Запад объявил гибридную войну России и странам, не согласны с его доминированием. Но русский язык и наша общая культура по-прежнему служат фундаментом, на котором можно объединить усилия и добиться победы». «В результате той предательской политики, которая состояла в 1991 и 1993, 85 миллионов потеряли возможность говорить на русском языке. Это большая трагедия и для стран, и для всех нас. В этом отношении новые меры, которые приняты, мы всячески поддерживаем. В республиках, в Таджикистане пять школ, в Киргизии девять будем строить, две еще дополнительно в Казахстане. Это очень хороший знак». В работе конференции принимают участие парламентарии более десяти государств, руководители и депутаты всех фракций Государственной Думы. В центре их внимания – укрепление межпартийного и межгосударственного взаимодействия. Владимир Путин подписал закон, позволяющий социальным предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса получать господдержку за трудоустройство демобилизованных участников специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Коротко о других новостях в стране. Правительство утвердило постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами. Он станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции оператора возложены на Минздрав. В Государственной Думе предложили объявить День Конституции 12 декабря официальным выходным. Напомним, до 2005 года этот день считался государственным праздником и нерабочим днем, а сегодня относится к памятным датам страны. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю выросла почти на 10%. В стране 9,5 тысяч человек находятся в стационарах. Число госпитализации увеличилось в 44 субъектах России. Главная новогодняя ель страны спилена в подмосковном Щелкове. 84-летнее дерево было выбрано комиссией по специальным параметрам. Елка украсит соборную площадь Московского Кремля. К 22 декабря она уже будет наряжена. 12 декабря страна отметила 30-летие Конституции. Этой теме посвятил свой брифинг в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунисты уверены, в 93-м году России навязали Конституцию административного произвола и олигархического всевластия. Этот документ отбросил страну далеко назад. Она потеряла десятилетия драгоценного исторического времени. Конституция Российской Федерации принималась на крови защитников советского народа власти. В разговоре с журналистами Геннадий Зюганов назвал действующий основной закон страны танковой Конституции. Она оказалась глубоко чужда России и серьезно ослабила ее государственность, отметил лидер КПРФ. Эта Конституция не спасла ни чеченской бойни, которую организовали террористы, американцы, там погибло более 100 тысяч человек, ни о разрушении нашего военно-промышленного комплекса, который обладал всеми технологиями. Она остановила 15 заводов авиационных, которые производили полторы тысячи летательных аппаратов в год, и на них летал каждый третий пассажир в мире. Она, по сути дела, обвалила все финансы в 98-м году дефолт. Основной закон не помог стране справиться ни с одним серьезным стоящим перед ней вызовом, резюмировал Геннадий Зюганов. Все нынешние проблемы родом из 93-го года. Англосаксы и натовцы объявили эту войну, но они ее объявили давно. Если посмотреть, кто рождал эту Конституцию, она писала за кордоном, с чего не списывали, с американской Конституцией, французской, австрийской, но они выбросили все разделы, связанные с контролем за исполнительной властью. А любая власть, если не имеет контроля, или сопьется, или проворуется, или с ума сойдет. По словам лидера КПРФ, исполнительная власть должна быть ограничена коллективными формами контроля и управления. В современной России эти формы не действуют. И сравнение нынешней Конституции с ее предшественницами советского периода не в пользу первой, считают коммунисты. Считайте первую Конституцию. Она, кстати, дала такие права, о которых всю жизнь мечтало человечество. И на труд, и на отдых, и на здоровье, и на бесплатное образование. И 21 год у женщин, начиная с декретом, она дала потрясающе. Сталинская Конституция в 1936 году вообще подтвердила, что мы уверенно проводим индустриализацию, культурную революцию, что мы готовы бороться с нацизмом и фашизмом. А Брежневская была вообще признана шедевром. Все, кого я читал, сказали, более весомой гарантии невозможно дать. Геннадий Зюганов особо подчеркнул, Конституции живут лишь при одном условии. Если верховная власть показывает пример в их исполнении. И когда Горбачевы, Яковлевы, Ельцин и Гайдары вся эта пьяная, вороватая сволочь предала и референдум, и Конституцию выбросили все права, они протащили то, что, собственно говоря, оказалось целлофаном, мешком на голове России и душит ее по сегодняшний день. Референдум по поправкам в Конституцию в 20-м году не привел к принципиальному изменению ее текста по ряду социально значимых позиций. Геннадий Зюганов напомнил, что тогда коммунисты внесли 15 базовых поправок. Они касались вопроса собственности на природные недра, прав на труд и бесплатное образование, а также возвращение прежнего возраста выхода на пенсию. Главным показателем в любой Конституции закона является, как живет народ. Вот страна по-прежнему вымирает, богачи богатеют, наши оппоненты, а ныне враги и противники, как снабжали, и снарядами так снабжают, как против нас вели войну, так и ведут. Поэтому, на мой взгляд, без изменения курса и формирования полноценного основного закона, который бы гарантировал все права, и народ защищал бы, невозможно выбраться из того тупика, куда нас загнали. Президентская кампания должна стать площадкой для открытого диалога о будущем страны и ее основного закона, уверены коммунисты. Своё видение проблемы Геннадий Зюганов представил в опубликованном на этой неделе обращении к народу России, уроке 1993-го и время выводов. Чтобы побеждать, надо все сделать, чтобы бериться на толщу великой страны, на лучшее законотворчество, на верность державе, на наши победы, на наши гигантские ресурсы, на то, что мы сейчас выстроили и с Китаем, и с Вьетнамом, и с Индией, с нашими друзьями в арабских странах, в Латинской Америке, в Африке, у нас есть на что опереться. Две уникальные модернизации за последние сто лет, которые дали потрясающий эффект. Все обе были социалистические. Ленинско-сталинская и китайская. Учитесь у них. Вопрос о внесении в Конституцию ряда социально важных поправок оказался в центре внимания и в ходе пресс-конференции руководства КПРФ. Она прошла 12 декабря в агентстве ТАСС. Коммунисты проанализировали итоги трёх десятилетий жизни России. Они представили свои предложения по изменению курса развития страны, а также важнейшей законодательной инициативы КПРФ. Ещё одной темой разговора с журналистами стало участие Компартии в президентской избирательной кампании. Подробнее о пресс-конференции и руководстве КПРФ мы расскажем в наших следующих выпусках. Полную версию трансляции можно посмотреть на сайте нашего телеканала и на других партийных интернет-ресурсах. Новый парламент Молдавии аннулирует антироссийские инициативы президента страны Майи Санду. Уверенность в этом высказал лидер оппозиционной партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон. Он убеждён, что в молдавском обществе присутствует твёрдый консенсус по поводу необходимости сохранения нейтралитета и мира. Коротко о других новостях в мире. Дональд Туск избран сеймом Польши на должность премьер-министра. Он пообещал твёрдо защищать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Президент Анджей Дуда приведёт правительство Туска к присяге 13 декабря. Пострадавшая торнадо региона США получит федеральную помощь, сообщила пресс-служба Белого дома. Основные силы бросят в семь штатов, где непогода привела к наиболее разрушительным последствиям. Оценку ущерба власти пока не проводили. Правительство Финляндии планирует открыть крупнейшие КПП на границе с Россией. Об этом сообщила газета Илта Санамат со ссылкой на источники. Решение вступит в силу 14 декабря. На улицы Парижа вышли сотни мигрантов и беженцев. Они выступают против закона проекта об иммиграции, который предусматривает более стройкие меры по депортации. Акция совпала с рассмотрением закона проекта национальным собранием. Обоснованность повышения цен на куриные яйца проверит Генеральная прокуратура. Соответствующее поручение полномоченным органам дал генпрокурор России Игорь Краснов. Однако резкий рост цен коснулся и других продуктов. Жители Уфы пожаловались, что купить крупу, овощи или фрукты стало практически невозможно. Коммунисты организовали рейд по продуктовым магазинам. Ну, конечно, экономим. Но я постараюсь, конечно, получше купить, но или по две штуки, или одну. Вот я купила сегодня это, что купила в овощном. Гранату. Одну штуку купила. На сыном поедим, и все. По словам покупателей, поход в магазин больше напоминает поход в музей. В овощном отделе цены такие, что на овощи и фрукты остается только смотреть. Да все подорожало. Все подорожало. Посмотрите, хурма 170 рублей стоит. А раньше она стоила порядка 140 можно было купить. Месяц несколько раз растут. Не скажу, что каждый день. Но все равно придешь даже через неделю, если не ходишь в магазин, неделю там болеешь, придешь и удивляешься. Считаешь, что так, а оказывается уже намного больше. Работники магазинов подтверждают, стоимость продуктов действительно растет. То есть, если, допустим, томаты стоили две недели назад 159, потом так 179, ну вот так вот, сейчас 199. Вот здесь дорого у нас очень. А другие магазины еще или 10 рублей, 100 рублей. Здесь у нас очень дорого. Рост цен особенно больно ударил по кошелькам пенсионеров. По словам коммунистов, средняя пенсия в республике 18-19 тысяч рублей. Вспоминаю СССР. В общем, очень часто вспоминаю. Лучше жили? Очень, намного жили. Главное, как-то забот таких не было. И у всех полные холодильники были. Кому не придешь. Везде возьмешь все дорого. На все прибавляю. На яйца, на кур, на все. На мясо все прибавляю. Сапенье маленькое. Коммунисты и их помощники посетили несколько магазинов и убедились, яиц стоимостью меньше 125 рублей за десяток не найти. Подорожали и другие продукты. Единственное, что меня больше всего удивляет, что уборка зерновых у них всегда ого-го, куда девать никуда. А 300 грамм хлеба стоит 50 рублей. По мнению коммунистов, качок цен обусловлен тем, что во время посевной и уборочной кампании выросла стоимость горюче-смазочных материалов, которые сельхозпроизводители, естественно, заложили в цену продукта. Я думаю, наверное, скорее всего, еще не добросовестные предприниматели под этот шумок все-таки свои проценты заложили. Я не думаю, что так ГСМ поднялся, чтобы на 100% поднять стоимость яиц, стоимость куриного мяса и также крупы. По итогам рейдов, депутатами-коммунистами Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан направлены запросы в Федеральную антимонопольную службу. Главные новости и ежедневные программы нашего телеканала смотрите на сайте airline.tv. Наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин